Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Геннадий Петрович, Вот в «Целебной кулинарии» есть ли такой раздел, как правильно и целебно голодать? Потому что разговоров об этом много, кто-то делает это для того, чтобы почувствовать в себе новые силы, открылись, чтобы у него творческие каналы, кто-то делает для того, чтобы себя почистить, как они говорят, кто-то делает для того, чтобы постройнеть. Я заинтересовалась. Но это же не просто так. Что это за феномен, да? Просто так вот «Я сегодня не ем, завтра не ем и послезавтра не ем». Это же целый процесс. Вот именно, это целый процесс, и его необходимо провести правильно. И существует у тех людей, которые голодают регулярно, которые познали целебные свойства голода, у них существует такая пословица «Голод не тетка, а родная мать». И почему так? Дело в том, что когда человек… Что такое вообще болезнь, что такое расстройство? Это происходит у человека какое-то напряжение внутреннее, какие-то появляются эмоции, какие-то появляются расстройства энергетики, психики и всего. И это вливается либо в болезнь, либо ещё во что-то. Так вот, голодание позволяет этот удивительный процесс вот эти все различные болезнетворные явления в организме почистить, начиная с уровня сознания. И знаешь, какой интересный феномен? Одно дело, человек болеет, и он лечится таблетками, и, как бы сказать, хочет выздороветь, да? Ну, а сознание, естественно, там он думает о зарплате, думает о семье, думает о любимой, о любимых, ну, кто как. Есть о чём подумать, да. Есть о чём подумать. Так вот, когда человек начинает голодать, вот эти все процессы по сравнению с чувством защищения самой жизни становятся настолько мелочными, что он о них и как-то не вспоминает, и они исчезают сами собой. То есть эмоциональный вот эти вот фон, который гложет человека, он уходит на голоде. Ну, да, понятно. Ни о чём думать не можешь, как о еде. Вот, вот смотрите, ни о чём думать не можешь, как о еде. И оказывается, организм входит в процесс голодания, и сначала в первые три дня, три-четыре дня, это и на себе знаю, происходит процесс возбуждения, действительно пищевое возбуждение. Хочется есть, хочется что-то там такое, такое, такое. Но если ты понимаешь, да, чего ты голодаешь, и умственно это только раз, закрываешь для себя, то есть, можно сказать, перетерпел, организм входит в виной режим функционирования, голод исчезает, это очень удивительное явление. Вот, ты, как ни в чём не бывало, значит, живёшь, и просто-напросто, ну, потихонечку идёт, как бы сказать, просто ослабление организма. Но мы с тобой поговорим, я так понимаю, небольших сроках голодания. Вот, меня пугает фраза, что первые три-четыре дня есть хочется, а потом, а сколько же это голодает? Да. Какой минимальный срок? Минимальный срок, может быть, даже полсуток. Ну, как раз день, да, потому что сутки, это ещё ночь. Вот, и для того, чтобы, будем говорить, капитально почистить свой организм, хорошенько войти в голодание, очень важно, будем говорить, вот это сделать в ход. Геннадий Петрович, дайте я повторю, чтобы я была уверена, что я вас поняла. Правильно, правильно. И вы поймёте, что я услышала вас корректно. Любой срок голодания, минимальный, один день, то есть одни сутки. Следующий шаг, это там, ну, три, как-то, мне кажется, два не голодают, или тоже голодают. Ну, вот сутки или трое, да? Вот этот маленький период, маленький, это сейчас завтрак, обеда и ужина, что там, типа, денёк-другой, а ты попробуй сказать себе, что ты три дня не ешь, начинается действительно вот этот жор. И это трёхдневное голодание поможет мне очиститься от негативного эмоционального фона, от переживаний, да? Во многом начнёт работать. Не для того, чтобы полностью, как бы, очиститься, это довольно-таки надо семь, там, две недели. Но уже, будем говорить, из-за того, что человек настраивается на вот эту работу на сутки хотя бы, потому что мне труднее всего было настроиться на сутки, убедить самого себя, что я могу обойти без еды сутки всего лишь на сутки. Так вот, давай сначала поговорим о суточном голодании. Давайте. Как лучше всего его провести? Вот некоторые говорят, там, клизмы очистительные делать, другие говорят, надо, там, почиститься с помощью, значит, солевого, там, слабительного. Различные методы говорят, да, это можно делать, но более физиологично, перед тем, как мы, допустим, завтра будем голодать в течение всего дня и ночи, да, последние два приема пищи так провести, чтобы они, в первую очередь, не нагружали наш организм, а, в вторую очередь, способствовали вбиранию шлака и, значит, очищали. То есть, это лучше всего, можно сказать, съесть клетчатку. А за сколько до сна? Ну, хоть до сна будем, пусть этот салатик... Чтобы заснуть прямо сразу. Да, за час. Хорошо. Вот, салат называется метелка. Метелки, значит, бывают, будем говорить, разные эти салаты. Смотри, самый, один из самых таких простых, но довольно-таки грубых салатов метелок, это у нас будет морковка и капуста. Больше ничего не надо особо. Мы берем здесь, можно, конечно, на более мелкой терочке, ну, вот, например, вот такой, и пошли. Мы натираем одну морковочку. Сейчас мы это натираем. Вот смотри, что делает морковь. Ну, в первую очередь, это благодаря тому, что здесь клетчаточка. Уже никакого застоя там не будет в работе желудочно-кишечного тракта, да? Уже, если какие-то изменения есть в слизистой оболочке, она их подлечит. И вдобавок, значит, когда мы будем уже даже выходить после того, как поголодали, у нас там будет объем, который, как бы сказать, побудет организм сработать на опорожнение. Это тоже важно. Потому что после голодания человек не ест, не ест, у него там каловые массы могут, ну, будем говорить, превратиться в камень, и поэтому могут образоваться даже каловые камни. А зачем это надо? Чтоб этого не было, обязательно клетчаточка. Смотри, опа, мы с вами потерли, о! Даже половину морковки. Да, даже половину морковки. Теперь мы берем капусточку. Вот капусточку можно потереть на более крупной терочке. Не режем, а трем? Я лучше... Потру, да? Да, потру. И смотри, вот у нас какая. Нормально? Отлично. Вот, вот, более крупненькая. То есть здесь можно использовать, когда с капустой, терочку побольше. Почему? Потому что она мягче. Калетчатка не такая у нее грубая, как у морковки. Вот, и мы потерли, потерли. Слышишь вот этот запах? Пока нет. Слышу. Запах капусты. Какой запах капусты? Что ты слышишь? Ну, я скажу, серный запах. Из-за того, что здесь много микроэлементов серы. А если вы знаете, некоторые антибиотики или как-то там сульфиламидные препараты делаются на основе серы. И все химики и врачи, допустим, средневековья старались использовать серу. Это серо так пахнет? Серу, да. Вот именно. Благодаря чему? Благодаря чему, смотрите, у нас сразу же в желудочно-кишечном тракте различные там бактерии будут убиваться. Нормализоваться его работа. То есть, тем самым мы нормализуем работу желудочно-кишечного тракта. И более того, капуста обладает противоязвенным фактором. И способствует тому, что еще защищает наш организм от разного рода онкологии. По поводу рецептуры я уточню. Именно на терке? Или можно тоненько порезать? Если есть... Как скажете? Если есть желание, можно это блюдо приготовить, салат метелка, по-разному. Можно порезать, если капусточка молодая. Можно натереть на терке. Я просто-напросто быстрее и, как бы сказать, вот ты говоришь, мелко натереть. Я это натру, нежели нарежу. Я поняла вас. Кто-то любит гладить, кто-то любит тирать. Просто из-за того, что этот процесс у нас будет более... Я просто очень не люблю тереть на терке. Хорошо. И мне легче порезать. Поэтому я и уточнила, насколько важно. Смотри, теперь все мы это смешиваем здесь. И вот у нас салатница. Мы сюда в салатницу это все добавляем. Можно добавить немножечко масла. А вот что касается соли, еще одну чашечку. Ага, еще одну чашечку. А что касается соли, желательно от соли воздержаться. Почему? Потому что на голоде очень хорошо выделяется натрий из организма. Выходит лишняя вода. И нам на сутки не надо, чтобы мы, будем говорить, еще дополнительно там соль приняли, чтобы она там держала воду. Чтобы у нас все эти отеки, которые там были, они ушли. А можно без масла? Или надо масла? Можно без масла. Тогда просто-напросто побольше надо будет... Чего? Морковки, чтобы она была послаже. Ладно, потому что если без соли, я с маслом прям совсем не хочу. Хорошо, хорошо. А если без соли, то тогда без масла... Вот смотри, это один вид салата. Мы можем попробовать с тобой. Да вкусно. Ну, я бы не сказал, что вкусно. Я правда вкусно. Я просто счастливый человек в этом отношении. Я люблю и морковь, и капусту. Ну, тем не менее, да. Метелка для входа в однодневное голодание за час-два до сна вполне себе. Дело в том, чтобы он действительно был вкусный, соблюдайте пропорцию. Здесь многое зависит от капусты. Иногда будет капуста вкусная, свежая. Иногда не свежая, вялая. И тогда салат получается невкусный. Поэтому вы лучше сделайте так. Две части морковки и одну часть капусты. Немножечко масла. Великолепный салат. Можно я с маслом у вас попробую? Можно, с маслом. Смотри, это мы сделали один вариант. Теперь мы сделаем другой вариант. Мы берем ту же морковочку. Начищаем. Для входа. Вот этот салат особенно подойдет тем, у кого проблемы с кроветворением. С кроветворением. А как может человек понять, что у него есть сигналы? Слабость. Ага. Слабость, бледность. И ему говорят, знаешь, да у тебя и малышленчик маленький. Ага. Тебе надо бы его поднять. Ясно. Вот, поэтому мы так же натираем морковки. Смотри, натерли, да? О! Вот. Теперь мы берем яблочко. И, кстати, здесь в яблоке более нежная клетчатка. И те организмы, у кого не может принимать капусту, с удовольствием будут использовать клетчатку яблока. Опять-таки, мы натираем. Это более такой вкусный салат. Иногда хочется разнообразия какого-то. Есть опасность. Говорят, что яблоко возбуждает аппетит. Если вот съесть, потом через полчаса захочется больше есть, на химическом уровне захочется есть. Нет такого? Ну, если, знаете, будем говорить, человек питался мало, и для него, конечно, все будет возбуждать аппетит. Если вы питаетесь нормально, яблоко и морковь особо аппетит. Возбуждать не буду. Так, я пробую. Я тоже. Хорошо. И ничего сюда добавлять не надо. Ни масла, ни соли, ни сахара. Вот этот салат будет как раз подходить и для разгрузочного дня. Если вы не хотите голодать, вы можете посидеть на этом салатике для того, чтобы очистить желудочно-кишечный тракт, нормализовать его работу. Ну, очень хорошо. Смотрите, вот эти салаты использовать за день до входа в суточное голодание. Два приема пищи перед входом или целый день? Завтрак обычный. Да. Обед, да, немножечко так. А потом, допустим, второй там этот. Да, полдник условный. Полдник и завтрак. Ужин там, ведь вечерний. И как раз, смотрите, это создаст объем в желудочно-кишечном тракте. Вам не так захочется есть, и вы легко ляжете спать. В течение следующего голода, там, суток или двое, или трое, мы говорим только о голодании от суток до трех, у вас все это там будет вбирать там шлаки, будет, значит, вести оздоровительную работу. Вот. А потом вы начнете выходить. Подождите, перед выходом. Перед выходом. Что мы в течение этих суток, двух, трех, это пьем только воду? Пьем только воду. Не сырую, а то, наверное, там забурлит. Лучше всего, да, это вода, чтобы должна быть не сырая, кипяченая. Без там лимонов выжатых. Без лимонов, без лимонов. Вода должна быть желательно не газированная. Газированная тоже не подходит. Можно подготовиться, можно кремниевую воду сделать. Действительно, кремниевую воду можно, да. Вот, вы подготовили. В течение этих суток выпили, значит. А какой вы дадите совет, когда вот наступает это чувство голода, выпить стакан или маленькими глоточками? Вот как раз ты ответила хорошо. Выпить стакан. Как только большая порция воды поступает в желудочно-кишечный тракт, то у вас чувство, значит, аппетита сразу же или голода притупляется. Ну, сутки вы легко выдержите. А вообще, старайтесь тренировать свою волю, а захотелось, выпили стаканчик, все. И очень важно в это время отвлекаться. То есть, вы вышли погулять. Как только вы находитесь дома, и вам вот неинтересно или еще что-то, вы бездельничаете, вам будет хотеться есть. Займите себя делом. Да. И еще один вопрос про голодание. Ага. Мы переходим на выход. Значит, какая реакция должна быть у человека в наблюдениях за своим туалетом? То есть, был туалет, не был туалета, начинаются страдания или нет? То есть, настройте. Хорошо. В течение суток может быть никакого у вас туалета, и это будет нормально. Может быть, как обычно, вы сходите в туалет. И это тоже хорошо. Это нормально. В течение трех суток может быть такое, что нет туалета? В течение трех суток, да, может быть, что сначала вы сходили в туалет, а вторую-третью дни там не сходили. Это тоже нормально. Но здесь, если вы, могу говорить, приверженность очищения организма, вы можете сделать очистительную клизму в второй день. И очистительную клизму в третий день. Это очень хорошая вообще процедура. И не помешает. Вы будете чувствовать себя гораздо легче. Хорошо. обычная обычно да без ромашек нет можно да вот здесь смотрите действительно если вы делаете очистительную клизму она может быть только на 2 литра столовая ложка соли потому что если что-то будет лимонный сок или еще что-то или еще что-то там такое ромашка тоже то организм начнет питаться через прямую кишку через толстый кишечник а это нам не надо нам надо чтобы запустились вот эти вот оздоровительные механизмы все ясно и обязательно солью на 2 литра потому что соль будет натягивать шлаки на себя и удалять если вы просто воду она может всосаться и вместе шлаки всосаться ложка на литр до ложка на 2 литра воды да так все понятно и теперь наступает то самое утро да когда когда выходим мы выходим из голодов то есть мы как раз с вами от голодали значит такой салат суточное голодание допустим провели все вот будет как бы сказать там у нас почистилась что-то смягчилось вот на чем лучше всего выходить смотрите один из вариантов на кисломолоке если мы с вами кефир ряженку когда ребеночек рождается его желудочный кишечный тракт не подготовлен к перевариванию какой бы то ни было пищи и первое молоко первая пища которую он есть это молоко то есть молоко как раз подготавливает его желудочный кишечный тракт на пищеварение поэтому вы берете кружечки и сколько и и сколько стаканчик не больше а лучше грамм 150 вот наливайте 150 граммов 150 граммов раз налили очень хорошо смотрите что еще делает кисломолочная кисломолочная значит у нас будет там какая-то имеется микрофлора она должна быть здоровой да и мы как раз кисломолочным еще и заселяем дополнительно но важно чтобы заработал нас печеночка было желчное деление а печеночка на что у нас реагирует печенка на мед на мед мед является желчегонным продуктом как и масло но масло нам не надо а а вот медок как раз чтобы мы сразу восстановили все свои силы после голодания до легкими углеводами нормализовали микрофлору которая у нас имеется вот и выходим на кисломолочную и представляете я вот раньше там на соках выходил там на отварах выходил мне очень понравился выход на кисломолочных продуктах тоже знаете хорошо это как раз да сдал только у нас будет после голода да либо либо мы можем с вами пока это не пьем выйти на каком-то соке свежевыжатым но смотри какая проблема если это будет сок с фруктовыми кислотами он может действовать на зубы и я помню я вот от голодал там 18 суток у меня такой был негативный опыт и я выходил на апельсинах день-два там а на третий день глянул зубы почернели эмаль селась фруктовые кислоты седают эмаль так вот для того чтобы не было лучше всего выходить на не на фруктовых каких-то соках а выходить на овощных соках и один наиболее лучший сок из всех это морковь если мы с вами голодали сутки то вы можете сок морковный не разбавлять если вы голодали трое суток то желательно морковный сок свежевыжатый но разбавить ну допустим чтобы было две части морковного сока одна часть воды это пьем не спеша да это завтрак или целый день после это завтра завтра и на и через какое-то время допустим когда появится аппетит это можно там уже сделать обед пьем не спеша смакуем во рту чем хорош этот выход смотрите если этот у нас нормализует работу желудочно-кишечного тракта запускает желчь и как бы населяет его полезные микрофоры то этот если у вас имелись какие-то там допустим она будет ранки воспаление или еще что-то он залечил ранки на теле или внутри 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 в желудочно-кишечном тракте там допустим колит допустим гастрит так вот если мы этот пьем сок он нам залечивает слизистую оболочку морковный сок еще будем говорить убивает паразита и он запускает также и работу печени то есть будет отделяться лучше значит желчь будет отделяться лучше значит соки которые идут с поджелудочной железы то есть хорошо запускается пищеварительная система а после завтрака и обеда на следующий после голодания день что едят а вот на следующий день после голодания это вечером до аж на следующий тоже но вот вот мы вышли вот утром допустим морковный можно есть обычную пищу но лучше всего лучше всего его почувствовать это салатики это тушеные овощи это кашки ясно вот и аж на следующий день уже можно начинать питаться так как вы привыкли технически мне все понятно вот вход пожалуйста значит либо до морковь с яблоком либо морковь с капустой за день до голодания суточного суточного или трехдневного да или трехдневного вот выход либо кефирчик с медком либо морковный сон это понятно а мне остался один финальный вопрос зачем голодать если вы голодаете это профилактика всех ваших заболеваний которые у вас как бы сказать с возрастом начинают накапливаться и образовываться они еще не проявились тон недомогание все недомогание и вот она потихонечку наслаивается 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 и потом возникает какая-то хроническая болезнь если вы хотите чтобы у вас не было этого голодайте раз в две недели в дни и кадаше всего лишь навсего сутки и у вас найти тот процесс образования болезни который как бы сказать набирал и накапливался он у вас начнет потихонечку разружаться какие дни и кадаше дни и кадаше это 11 лунные сутки и 26 то есть раз в две недели пообщаешься с вами действительно поверишь что голод не тетка родная мать спасибо мне все понятно все программы на тв рассказывают о вкусной и бесполезной а то и вредной для здоровья кулинарии только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни пишите нам присылайте свои рецепты рассказывайте о том как они вам помогли исцелиться и помните заповедь древних врачевателей пусть лекарством будет пища а пища лекарством с вами была целебная кулинария до новых встреч